Снамя Бог Рождество Христово Когда приблизилось время Деве Марии родить сына, своего первенца, вышло повеление от Кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Будучи потомком царя Давида, праведный Иосиф вместе с Девой Марией отправились из галилейского города Назарет в Вифлеем, город царя Давида, близ Иерусалима. Именно в Вифлееме наступило время родов, что в точности соответствует словам древнего пророчества, изреченного пророком Михеем. «И ты, Вифлеем, Еврафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Однако святому семейству не нашлось места в гостинице. Никто не приютил бедных странников. Если бы жители Вифлеема знали, кто стучался в их двери в те зимние дни. Но, как сказал евангелист Иоанн, спаситель пришел к своим, и свои его не приняли. И эти горькие слова в равной степени относятся как к рождению Спасителя, так и к его крестной искупительной смерти. Какое великое таинство Боговоплощения, и какое великое смирение Божие! Господь пришел в этот мир не в Своей небесной славе, поскольку она была бы нестерпима для грешного человека, и не в славе земной, поскольку она суетна и мимолетна. Он воплотился в образе раба, чтобы послужить падшему человечеству. Рождество Христово произошло в вертепе, убогой пещере, в которой держали домашний скот. Пречистая дева спеленала Бога-младенца и положила его в ясне. Маленький городок спал, не зная о произошедшем чуде, и только в поле поблизости не спали пастухи, охранявшие стадо. Вдруг им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их. Они сильно испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господень. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясне». Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, слава у вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Когда ангелы отошли на небо, пастухи поспешили в Вифлеем и нашли в пещере праведного Иосифа и Богоматерь с младенцем, лежащим в яслях. Поклонившись Христу, они поведали все, что им открыл ангел Господень, и все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. В те дни с Востока в Иерусалим пришли волхвы и начали спрашивать, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться им. Об этом прознал царь Ирод и сильно встревожился. Пригласив первосвященников и книжников, он спросил у них, где должен родиться Христос. Вспомнив слова из книги пророка Михея, они ответили ему, в Вифриеме. Тогда коварный царь попросил у волхвов узнать все о младенце и рассказать ему, чтобы и он мог поклониться родившемуся Христу. И вот звезда, которую волхвы видели на Востоке, привела их к дому, где находилось святое семейство. Войдя в дом, они пали на колени перед Богом-младенцем и принесли ему дары. Золото, как царю, ладам, как Богу, и благовонное масло Смирну, как смертному человеку, так как Смирну используют при погребении. Поклонившись Христу, они отправились в свою страну, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду. Праведный Иосиф тоже получил во сне повеление от ангела отправиться из Вифриема в Египет. Тем временем царь Ирод, не дождавшись возвращения волхвов, сильно разгневался и приказал убить всех младенцев в Вифриеме от двух лет и ниже. И Вифрием наполнился горьким плачем матерей, лишившихся своих детей. Так один человек исполнил целый город слезами, и один младенец исполнил целый мир радости, но эти слезы были временными, а мир и радость, принесенные нам Христом, вечно. Спаситель говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в Гиенне. Убьенные царем Иродом младенцы почитаются церковью, как мученики Христовы, а участь жестокого царя – плачевна. Говоря о Рождестве Христовом, мы должны помнить о том, что это таинственное событие выходит за рамки человеческой истории. Оно вне времени и имеет непосредственное отношение к каждому из нас. Каждый христианин, согласно церковному учению, должен подобно Богоматери послужить делу воплощения Христа в нашем мире. Это Боговоплощение должно произойти в душе человека. Но будем помнить и о том, что Сын Божий соизволил воплотиться не в горделивом блеске царского дворца, а в убогой пещере. Подобно этому, явление Христа в человеческой душе возможно лишь при условии смирения человека, поскольку Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сошел к нам тот, к кому мы сами не смогли подняться. СОЛЬНЫЙ ПОДОЛОГИ СОЛЬНЫЙ ПОДОЛОГИ СОЛЬНЫЙ ПОДОЛОГИ Субтитры создавал DimaTorzok